Меньше пластика – это не фантастика. В Подмосковье придумали, как бороться с загрязнением окружающей среды и поставили фандоматы. Специальная аппаратура, которая принимает бутылки, алюминиевые банки и дает им вторую жизнь. Таким образом, вчерашний мусор сможет послужить на благо людей. Замначальника производства Игорь Макшанцев наглядно демонстрирует работу экопункта. Выбрал режим, загрузил бутылку, получил чек со скидкой. Таро ходит под пресс, осознательный гражданин, в магазин популярной зеленой сети. Использовать полученную скидку. Из алюминиевых банок произведут тару для напитков, столовые приборы или автомобильные детали. Полимеры станут сырьем для производства синтетической ткани, спальных мешков и утеплителей. Умная машина сама распознает тип мусора и одобренный сортирует в отдельные мешки. Фандоматы принимают в данный момент пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Были попытки и есть работающие, которые еще принимают стекло. Но серийно мы их сейчас не производим. Фандоматы собирают сырье раздельно. Они их сортируют и утрамбовывают для запуска во вторичную переработку. Соответственно, в бак 1100 литров мы считаем, что литровая бутылка на литр для простоты подсчета. Сейчас мы производим серийно три вида фандоматов. Это внутренние, уличные малые и уличные большие. Предприятие начало свою работу в ноябре, но уже выпустило более 300 аппаратов для размещения в Подмосковье. На создание одного такого эко-пункта уходит 2-3 дня. Всего в нашем муниципалитете установлено 17 аппаратов для приема питьевой тары. В основном это школы и спортивные объекты. Важный момент. Аппарат принимает пластиковые бутылки только с этикетками. С помощью штрих-кода фандомат понимает, что получает именно питьевую тару. Ведь только это сырье можно сразу отправить в переработку.